Птица Сегодня мы поговорим с вами о птицах. Эти Божьи создания мы провожаем с завистливым взором, потому что нерождённые ползать, мы рождены летать в духовном пространстве. Человек – это существо крылатое по определению. Хотите в этом убедиться, ощупайте у соседа лопатки. Вот они, рудименты крыльев, которые говорят нам о том, что человек – существо куда более близкое к ангелам, чем к тем, кто присмыкается в прахе земли. Птицы – Божье творение, и когда они парят в воздушной струе, то крылья простирают так, что, смотря на них снизу вверх, мы видим крест. Как это знаменательно! Действительно, никто не восходил на небо, живя прохладно. Путь Божий, восхождение от земли на небо, есть ежедневный крест. Обратите внимание на традицию в искусстве. Современные протестанты, католики, принесшие свои убеждения в жертву модернизму, постмодернизму, изображают Христа на кресте, как будто сломленном жизнью. Туловище его провисает, руки беспомощно обращены к перекладинам креста и прибиты гвоздями. Перед вами опустившаяся фигура, которая ничуть не напоминает нам о победе Господа, одержанной над смертью и дьяволом. Но обратитесь к подлинному византийскому или древнерусскому иконописному искусству. Вы увидите, что на наших крестах Спаситель парит. Как орел, он победил смерть, и скоро, восстав из гроба, вознесется на небо. От православного распятия веет могуществом и кроткой силой, всепобеждающей любовью. Так вот и христианин, существо крылатое, не производит впечатлений беспомощности, слабохарактерности, готовности уступать злу. Но его смирение, сочетанное с мужеством, делает его высокопарным орлом, то есть птицей, которая призвана парить в небесных просторах. И в общении с окружающими людьми христианин, немало не превозносясь, не осуждая никого, хранит в себе то достоинство, которое в благодати Святого Духа, в ясности ума и мирном сердце, в умении произносить каждое слово с чувством, с толком, с расстановкой, в готовности жить во славу Господа и прославлять Его Святое Имя, а не кое-как на авось и как придется. Птицы – весьма осторожные создания. Посмотрите на горлиц, синичек, даже на обыкновенных воробушков, как они легко, едва-едва прикасаются к земле. При малейшем знаке тревоги – фить-фырк – тотчас взвиваются в воздух и прячутся где-то в ветвях близрастущего дерева. Вот эта легкость, с которой птички передвигаются по земле, вот эта осторожность, благодаря которой они тотчас избегают опасности, возносясь, взлетая в воздух, – прекрасные для нас поучения, так сказать, взятые из мира живой природы. И христианин – существо более небесное, чем земное. И садясь за трапезу, будем те вспоминать горестные изречения, легко садимся, нелегко встаем, отягощенные, перегруженные пищей, со соловелым взором. Но не таковы дети. Наши дети действительно напоминают пичужек, быстрокрылых, птенцов, пернатых. Сел, поклевал, поблагодарил родителей и вновь куда-то побежал по своим делам. Так вот и христианин пусть прислушается к словам Господа, не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством. Ибо день тот, второго пришествия, найдет как сеть на лице живущих по земле. И рассуждая о том, что птицы знаменуют определенные тайны нашей жизни, давайте вспомним и другие слова апостола Павла. «При последней трубе архангела Михаила воскреснут мертвые, и любящие Господа поднимутся в сретение навстречу Христа в воздух». Вот, оказывается, о чем напоминают нам наши лопаточки. В последний день, когда Бог будет судить мир, когда разрушатся земные скрепы, силы небесные поколеблются, и земля будет обновлена в очистительном огне, и звезды упадут, и небеса собьются, как свиток, а стихии с шумом, разгоревшись, придут. Явится новое небо и новая земля. И боголюбцы, те, у кого в сердце начертано золотыми буквами имя Иисусова, обретут в тот последний заветный час крылья, благодатные крылья духа, духа веры и радости, духа преданности ко Христу, благодарения, духа покаяния, который, очищая нас здесь от тяжестей, греховных страстей, сделает возможным наше собрание ко Господу, наше восхождение к Божьему престолу. И это духовная реальность, к которой мы должны готовиться. Значит, не у кротов и землероек, не у свиней и хряков, и уж тем паче не у шимпанзе и орангутанов нам с вами учиться мудрости жизни. Но у чаек, бродящих морскими просторами, у серенького соловушки, который где-то спрятавшись в кустах, жасмина, издает дивные рулады и симфонии слави Господа, у зарянки, кто рано встает, тому Бог подает, у пеночки веснички, у певчего драгда, у пернатых нам должна заимствовать легкокрылость, стремление отрываться от земли и ее скучных песен, восходить в небесные просторы, где, видите, черная маленькая точка – это жаворонок, трепещет, как калибри своими крылышками, исходит душою, проливая свою благодарственную песнь создателю. Где тело, говорит Спаситель, там соберутся и орлы. Поэтому, если вы хотите, дорогие мои собеседники, обрести белоснежные ангельские светлые крылья, принимайте с покаянием и верою тело Христово в таинстве причащения. И Господь, обновив наши душевные и телесные силы, научит нас летать, рожденный летать ползать уже не может.